С вами канал Учебник Вслух. Биология, пятый класс. Тема урока – простейшие. Знакомство с животными мы начнем с простейших. Тело этих животных состоит из одной клетки, поэтому простейших также называют одноклеточными. Простейшие, как вам уже известно, имеют микроскопические размеры. Клетка простейшего, в отличие от бактерии, содержит одно или несколько ядер. Самых крупных представителей этой группы животных можно увидеть невооруженным глазом, как крошечную точку. Внешний вид их очень разнообразен. Одни имеют твердый скелет, тело других заключено в раковины, третьи не имеют постоянной формы тела. Названия простейшие весьма обманчиво, ведь тело одноклеточных имеет сложное настроение. Им свойственны все жизненные функции живого организма. Дыхание, питание, выделение, обмен веществ, раздражимость, движение, размножение. Можно сказать, что это клетки организма. Простейшие питаются, как животные. Одни поедают растения, другие ведут себя, как настоящие хищники. Некоторые даже образуют стан и нападают на своих жертв. Среди простейших много опасных паразитов, которые вызывают опасные заболевания. Например, к ним относятся малярийный плазмодий. Простейшие обитают в почве, лужах, морях, океанах, а также внутри других организмов. Несмотря на микроскопические размеры, они играют важную роль в природе. Одноклеточные способствуют очистке водоемов, служат кормом для мальков рыб. Скелеты морских простейших после их смерти образуют осадочные породы – сланцы, известняк. Многие горы нашей планеты, в том числе высочайшая вершина в мире Эверест – Джамалунгма, образованы известняками, то есть остатками простейших. Амеба обыкновенная – обитатель пресных водоемов, чаще всего луж и прудов. Ее тело не имеет постоянной формы. Оно состоит из ядра, цитоплазмы, покрытой снаружи тонкой мембраной, и органоидов. Передвигается амеба с помощью выростов тела, псевдоподий, ложноножек. Тело амебы как бы переливается в образующиеся и вытягивающиеся ложноножки. Питается эта простейшая тоже с помощью псевдоподий, захватывая ими пищу, водоросли и бактерии. Инфузория туфелька – обитатель мелких пресных водоемов. Она, в отличие от амебы, имеет постоянную форму тела. Строение клетки у инфузории более сложное. Все тело покрыто множеством коротких ресничек. Их колебания обеспечивают движение простейшего. Некоторые инфузории живут в желудке жвачных животных, например, коров. Они помогают травоядным животным переваривать трудноусваиваемую пищу – клетчатку. Малярийный плазмодий – простейший паразит. Он может попасть в организм человека через укус малярийного комара. Поселяясь в организме, плазмодий вызывает опасное заболевание – малярию. Он проникает в клетки крови, где питается, растет и размножается. Плазмодий разрушает кровяные клетки человека, отравляя его организм ядовитыми веществами. Давайте запомним. К простейшим или одноклеточным относятся животные, тело которых состоит из одной клетки. При этом такой клетке свойственны все функции живого организма. Примеры простейших – обыкновенная амеба, инфузория туфелька, малярийный плазмодий.